Слушай, ну вы вчера выдали, конечно. Можешь поделиться с людьми, что было, а то многие пропустили. Смотри, сынок, то, что было вчера, это был поток на самом деле. И, как всегда, мы планировали более легкий вариант, получился более сложный вариант, но он не может не получиться. Он не может не получиться более сложный, поэтому и выдали вчера. Дело в том, что к тому, что мы все имеем единое сознание, приходило огромное количество людей. К тому, что мы все одно, мы все там можем находиться в позиции наблюдений и так далее, приходила куча религий. На этом основана куча сект и религий, причем тоталитарных. И при этом, вот если вы такие умные, если вы уже умом поняли просветление, если вы уже умом поняли то, что вы вышли из единого сознания, если вы умом, умом дошли до того, что вы бог, ну кто-то уже даже доходит где-то, что он создатель, то почему вы не можете использовать эти знания единого сознания, знания единого сознания для того, чтобы ваше тело стало молодым или хотя бы просто замерло в точке, вот вам 50-е, оно замерло в точке 50-е, лучше не стоит. Вот все, точка отсчета. Почему вы не можете прожить бесконечно долго? Почему вы не осознаете бессмертие? Почему вы бессмертие пытаетесь получить через материю, через прививки, через лекарства? Это априори тупиковый путь. Вы имеете тело идеальное, уникальное, созданное единым сознанием, вы его обесценили, сделали грешным, но вы же уже осознали единое сознание, вы уже сидите на троне гуру, там, читаете лекции. Почему? Почему вы не можете использовать эти знания в психике? А знаете почему? Потому что у вас нет жизненного опыта, ваша флешка жизненным опытом не содержит этой информации, а она не содержит этой информации, потому что вы никогда не пробовали. А для того, чтобы попробовать, надо иметь психотехническую базу. А вы не умеете создавать эти психотехнические базы. У вас в голове создатель это, ааа, я придумал и мне прилетело. Ни хрена. Создатель, платформа B7, она такая же по объему как B0, даже больше. А B0 это вся наша реальность, вся, вся материя это B0. И не только земной шар, но и вся вселенная, которую вы пытаетесь материализовать в космосе и инопланетяне, которых вы скоро материализуете. Ну, потому что это выгодно на самом деле уже для того, чтобы продавать входные билеты в этот кинозал. Нету опыта, а опыт надо приобрести. Для того, чтобы приобрести опыт, надо туда, на эту сторону зазеркалья войти и ее освоить. А для того, чтобы освоить, ты туда входишь и ты охреневаешь. Вот то, светом надо войти в баланс. Потому что у тебя же там остается физическое тело, там есть эмоции, там есть ощущения, но они же совсем другие. Другие. Там есть чувства, они совсем другие. Да? Ты уже светом чувствуешь. Чувствуется, как если бы тебе легко. И тогда интуиция. Пук, пук. Но тогда встает вопрос, а что такое сила? А что такое чувствительность? Вот сегодня чувствительностью мы и займемся с того восприятия. И у тебя на флешку жизненным опытом уже пишется, у меня есть опыт пребывания в этих состояниях. В этих состояниях я уже делал то-то и то-то. В этих состояниях я посадил земляничку в материи. И она проросла. И она начнет виться и пускать локоны. И у меня вместо бесполезных цветов будут полезные вкусные ягоды. И у меня будет опыт, мой собственный опыт, как быть создателем реальности. Абсолютно осознанно. Не просто я пукнула, воздух. А я осознаю, что я делаю. Зачем я делаю? Как при этом работает психика? И вот этот опыт, он настолько уникален, что он был раньше у людей, которых убрали с реальности или которые сами себя убрали. Я говорю больше о втором, потому что я осознаю, их уже никто убрать не мог. Они убирали себя сами, потому что было неинтересно играть в овнов. Потому что интерес становится другим. А там ключ уже не деньги, не власть, не это. Там ключ интерес. Только интерес. Тобой двигает только интерес. Другого быть не может. И вот ты в этом интересе валишь, тебе там интересно садить свою земляничку, быть своим создателем. И в какой-то момент ты понимаешь, вот эта реальность, которая сейчас в головах у людей, вот эта реальность, она уже неинтересна. И тогда ты не уходишь в другие миры. Ты остаешься. Но у тебя реальность твоя совсем другая. Ты живешь по-другому. И это не о деньгах. У тебя другой фильм здесь. И это все из единого сознания. И можно сказать, ты инкарнировал на другую планету, в другую реальность, в астральное, ментальное, анальное тело. Нет. Ты как и был сознанием, так и остаешься. Как создавал миры, так и создаешь. Вопрос. Какой фильм ты смотришь? Кто-то сидит в кинозале и смотрит трагедию, а кто-то сидит в кинозале и смотрит комедию. И начинается это все с принятия, с баланса к тому, что все миры существуют одномоментно. Там нет времени. Время есть только в физическом теле. И вот из физического тела развернуть эту игру, блин, это такое увлекательное путешествие в себя. Это безостановочное путешествие в себя. Это невозможное путешествие в себя. И это в себя создателя. Не Бога. Там где есть Бог, там есть дьявол. Там есть качель. Там есть двуальность. А здесь из единства. И на самом деле осознать вот это единство в физическом теле и получить практический опыт нигде невозможно. Абсолютно нигде невозможно. Мы к этому пришли. Самое парадоксальное в нашем сознании. Вы вчера это все прожили на себе. Что оказывается? Ты не можешь это сделать один. Тебе нужны единомышленники. Вот байки про Иисуса Христа оживают как подсказки. Русские народные сказки оживают как подсказки. Если в русских народных сказках Баба Яга она старела, а потом же она могла в любой момент обернуться горлицей, стать молодицей и так далее. Почему это выкинули? А Каще бессмертный. Схирали он свою бессмертность хранил в яйце. А Елена Премудрая, которая вышла замуж за Иванушку, дурачка, жили недолго и счастливо. А умерли в один день, это приписали позже. Вот так, ребята. Это кайф. Жизнь – это кайф. Солнце, счастье, радость. И в этой жизни, в этом теле можно осознать создание. Полное создание. Что для этого надо? Взять ответственность. Взять ответственность за коллективное. Взять ответственность за все. Но этого мало. Потому что дальше у тебя нет опыта. А что дальше? А дальше тебе психика показывает. Вот этот пласт осваиваешь. Вот этот пласт. Вот этот. Это все как твои психические способности. И за способности не понтануться перед кем-то, перед зеркалом. Ты знаешь, как обезьяне корчить рожу в зеркале. Вот я такая красивая и умная. Нет. Ты все делаешь для себя. Развиваешься для себя. Двигаешься для себя. Познаешь свою психику для себя. Вот то, что вчера было, это был первый шаг получить первый опыт, будучи создателем. Для того, чтобы у тебя уже в психике записалось. У меня есть этот опыт. Опыт выхода в баланс в этих состояниях. Сегодня опыт выхода в чувствовании в этих состояниях. А потом дальше будут программы. Опыт силы в этих состояниях. Опыт власти в этих состояниях. Опыт в этих состояниях. Мы перечислили опорные точки, которые нужны. Можете посмотреть по программе. А дальше? Дальше осознать подсознание в теле. А это взять управление телом на себя. То, что мы вообще никогда не осознаем. Ни дыхание, ни сердцебиение. Не-не-не. Это еще появится в расписание. Вот это круть. Вот это круть. Это про психические способности. Но они начинаются лишь после того, как ты дошел к своим сознанием до Б7. Только с этой точки раньше не будет. И никто не сможет перепрыгнуть. Потому что у него на флешке нет записи этого пути. Поэтому книги, курсы наши будут вечными и бесконечными. Либо делайте этот путь сами. Иначе не получится. Продолжение следует...